Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Анималити. Некоторое время назад я сделал ролик, где рассказал о лучших вариантах прокачки для убийц Техаска резней бензопилой. Теперь настало время поговорить о жертвах. Мы традиционно пойдем по старому плану. Вначале мы посмотрим на актуальные в данный момент билды, распределение атрибютов, прокачку способностей и так далее. А в конце я назову свой тирлист. Заранее отмечу, что это видео не научит вас играть, а только поможет подобрать оптимальные настройки для каждого персонажа. Это в первую очередь, конечно, актуально для тех, кто еще только собирается знакомиться с резней или если у вас не так много игрового опыта. Здесь вы не увидите готовых тактик или советов по поводу того, как играть. Все это приходит с личным опытом. Ну или в конце концов вы всегда можете заглянуть на мой стрим. Стримлю я очень часто. Играем в пати с очень хорошими игроками. Ссылочка на твич в описании. Итак, погнали. Составить тирлист для жертв оказалось гораздо сложнее, чем для убийц. Каждый персонаж обладает своими уникальными навыками и способностями и в зависимости от этого имеет свою функцию в команде. При этом реальный потенциал сурва раскрывается именно в командной игре. Поэтому на деле оказывается, что практически каждый из имеющихся героев занимает важную нишу. И является очень полезным в какой-либо конкретной внутриигровой ситуации. В соло игре все немного иначе. Из-за отсутствия коммуникации и слаженных действий некоторые персонажи выглядят уже не так сильно. В общем, составить реальный тирлист очень сложно. Но я попробую. В качестве главных критериев мне удалось выделить следующее. Первое – полезность обилки. Второе – стартовые атрибюты. И третье – наличие хороших перков в прокачке. Начать следует со следующих пояснений. Базовое количество атрибют-поинтов у персонажей равняется 125. Эти очки рандомно раскиданы между разными индивидуальными характеристиками. Такими как стойкость или здоровье, выносливость, сила, мастерство, скрытность. Заранее скажу, что скрытность на данный момент является самой бесполезной характеристикой. Если у персонажа по дефолту в этой категории очень мало атрибютов, значит этот персонаж скорее всего хороший. Второй по бесполезности характеристикой является сила. Но в некоторых игровых ситуациях она важна и может сыграть на команду. Например, когда надо быстро отпинать генератор. Так вот, как я уже сказал. Базовое количество атрибют-поинтов – 125. Но есть два персонажа, которые наделены ими сверх нормы. Это Анна и Дэнни. У них стартовое количество атрибютов равняется 130. Будем смотреть на изначальные показатели стойкости, выносливости и мастерства. Не будем уделять что-то одной из данного перечня. Мы просто посмотрим, у кого по сумме атрибютов в этих категориях получается больше всего. Итак, на языке сухих цифр ситуация следующая. Меньше всего полезных атрибютов у Сони, Лиланда и Джули – по 75. Дальше идут Анна и Конни. Они имеют по 80 очков. При том, что у Анны их всего 130, а не 125, как у Конни. Затем идет Дэнни. У него 90 очков. Ну и самым сильным персонажем по определенному мной критерию является Вирджиния. У нее 92 очка. Как видно, у платных DLC персонажей – самые сильные позиции. Теперь давайте посмотрим на наличие хороших перков. Причем не просто возможность их получить, а взять сразу несколько по одной ветке прокачки. Я не буду распределять выбранные перки по какой-то условной лучшести, просто назову самые полезные из имеющихся. Это Джамп Старт, Слипери, Экстра Дрип. Несмотря на свой нерв, перк все еще метовый. Теквандор, What Doesn't Kill You, Чус Файт. Вероятнее всего будет по нерфе на ближайшее время. Бомб Склад, Нол Селл и Фаст Хэндс. Это самые сильные перки в игре. Есть еще некоторое количество неплохих перков по типу Баланс Бэк Беттер или Саботера, но их мы оставим за скобками, говорить будем только о самых сильных навыках. Итак, кто может собрать лучшее комбо? Наличие Экстра Дрип в билде как единственного из вышеназванных перков на дополнительный отхил является преимущественным условием. Кони определенно будет в лидерах. Теквандор, Слипери и Джамп Старт у нее рандомные, поэтому их можно выбить по любой ветке. Экстра Дрип находится в центре наверху, поэтому тоже забирается почти по любому варианту прокачки. В принципе, тут можно пойти по центру и дополнительно забрать себе Бомб Склад, но при этом вы лишитесь 6 дополнительных атрибьют поинтов, что для вас полезнее решать вам. Лиланд тоже чувствует себя неплохо. Идя по левой ветке, мы можем получить Ноу Селл, Чус Файт, Вот Дазент Килл Ю и Теквандор. Плюс в рандоме можно выбить Бомб Склад, но я решил, что на Лиланде для меня будет профит не Саботер и Баунс Бэк Беттер, которые также выбиваются в рандоме. К тому же Баунс Бэк Беттер Лиланду как будто бы необходим, учитывая, что экстра Дриппа у него нет. А она в некотором смысле лучше Лиланда, так как, идя по указанной ветке, можно получить Вот Дазент Килл Ю и Экстра Дрипп. При этом Бомб Склад и Чус Файт, один из самых метовых для нее перков, выбиваются в рандоме. Сони, к сожалению, оказывается самым обделенным по полезным перкам. Если пойти по центру, то можно получить Джамп Став, но это будет единственный хороший перк в билде, поэтому тут следует пойти направо и забрать Вот Дазент Килл Ю и Тэг Вандор. Также здесь мы заберем полезный для него Таффер Став, а в рандоме постараемся выбить Баунс Бэк Беттер и Сангуин Шэдоу. За Джули я рекомендую прокачиваться по такой ветке, но и здесь придется попотеть, выбивая рандомные перки. До последнего патча она очень хорошо себя чувствовала благодаря перку Эмпаверит, но после его нерфа перк стал бесполезным мусором, поэтому я и перекачал дерево так, чтобы перка у меня не было. Он выпадает в рандоме. Тут мы должны гарантированно забирать Бомб Склад, Чус Файт и Слипери, а в рандоме постараться выбить Ноус Сел и какой-нибудь Агитатор. За Дэнни нужно идти исключительно таким образом, так как нам необходимо сразу забрать фастхенды. Другие полезные перки находятся у него в рандоме, это Экстра Дрипп, Слипери и Тэг Вандор. Последней из ныне доступных жертв остается Вирджиния. В рандоме у нее доступны все лучшие перки. Фастхенды, Экстра Дрипп и What Doesn't Kill You. Чтобы их выбить надо идти по центральной ветке, но если пойти по левой ветке мы сможем получить на два дополнительных атрибьют поинта больше, но при этом только два рандомных перка. Я пожертвовал перком What Doesn't Kill You и вместо него использую Таффер Став. Итак, по совокупности имеющихся хороших перков в одном возможном стаке мы можем распределить персонажей в определенном порядке. Конни может иметь сразу пять хороших перков одновременно. Анна, Лилан, Джулия и Дэнни по четыре перка, Вирджиния три перка, Сони два перка. Теперь давайте посмотрим на полезность каждой конкретной обилки и их прокачки. Одной из самых сильных способностей также обладает Конни. На некоторых картах типа Заправки или Дома Нэнси можно сбежать исключительно открывая двери и калитки. На словах, конечно, легче, чем на деле, но все же. Прокачка обилки у Конни очень глупая и явно подразумевает движение по диагоналям, чтобы ухватить все предложенные варианты. Но на третьем уровне все-таки лучше брать центр. Что брать на первом и втором не так принципиально. Очень полезной обилкой обладает Лиланд. Зачастую только с ее помощью можно сбить бубу и дать несколько секунд на открытие замка или темпер объекта. Прокачивать рекомендую следующим образом. Способность Аны больше индивидуальная, но тоже может быть полезной для команды, если надо принять на себя урон, прорашить трапу или так далее. Прокачивать рекомендую так, как на экране. Интересной способностью обладает Сонни. Можно сказать легальный ВХ внутри игры. В теории обилка полезная, на практике скорее наоборот, так как другие жертвы обладают гораздо более полезными способностями в контексте командного взаимодействия. Но если вы играете за Сонни, я рекомендую прокачивать его так. Полезность обилки Джули сугубо индивидуальная. Она может помочь вам убежать на большом открытом пространстве. Команде, разве что, если вы будете бить деда с агитатором и потом на обилке жестко оторваться от погони. Прокачивать рекомендую исключительно так. Одной из самых полезных способностей, которые обеспечивают влиянную долю побегов, обладает Дэнни. Темперфьюза или бочки почти гарантированно означает побег. Прокачивать рекомендую следующим образом. Вирджиния обладает одной из самых интересных и вариативных способностей. Синее облако может легко спасти вам жизнь в самый критический момент игры, но не гарантирует этого. Сейчас уже многие маньяки научились в той или иной степени контрить его. Зато на третьем уровне прокачки обилка может отнимать стамину у убийцы, полностью опустошать запасы с кровью или лечить сурвов. Я перепробовал все варианты и пока остановился на последнем. Моя текущая прокачка на Вирджинию выглядит так. Таким образом можно подытожить, что самыми полезными способностями обладают Конни и Дэнни, самой спорной – Сонни. При этом обилки Вирджинии и Лиландрианы в полной мере раскрываются при слаженной командной игре, поэтому тоже являются сильными. Джули стоит особняком, для команды ее способность мало полезна. Теперь относительно того, как качать дополнительные атрибюты. Здесь я не могу дать какой-то жесткой выверенные рекомендации. Я регулярно перекидываю их по разным направлениям. Могу лишь показать, как все это выглядит у меня на текущий момент. Я могу порекомендовать вам пользоваться этой таблицей для сравнения разных показателей, и для сурвов, и для манов. Спасибо большое моим любимым зрителям на Твиче, что поделились ссылочкой. Я в свою очередь делюсь ею с вами. Она есть в описании. Суммируя все вышесказанное, мы наконец можем составить стирлист. Повторюсь, он очень условен, так как внутриигровые ситуации бывают совершенно разные. Играете вы в команде, против команды, или в соло, или в паблике. Все это вносит свои коррективы. Всех сурвов я разделил на 4 класса. С, А, Б и С. В С тире у нас находится самый слабый персонаж. Это Сонни. Посредственное распределение атрибютов, отсутствие многих метовых перков и сомнительная обилка делают его самой слабой из имеющихся жертв. В Б тире я разместил одного персонажа. Это Джулия. Очень высокие показатели базового стелса, не самая полезная для командоспособность, и отсутствие хороших перков на лечение делают ее одной из слабейших в представленном ростере. Но все-таки она получше, чем Сонни. Но гораздо хуже тех героев, что представлены в следующем А тире. Здесь я разместил сразу трех персонажей. Определить, кто из них лучше другого на 100% очень трудно. У нас есть очень полезная обилка Лиланда, что плюс для команды. Но индивидуально он проигрывает Таня и Вирджиния из-за их более качественного увлечения. В любом случае, эти персонажи прежде всего саппорты. В умелых руках они очень сильны и хороши. Поэтому все они в моем рейтинге условно равны и находятся в одной группе. Ну и в эстире я расположил Дэнни и Конни. Оба они обладают очень сильными обилками и перками. Атрибюты при этом получше у Дэнни. Но я бы не сказал, что это решает очень сильно. К тому же Дэнни в большей степени нуждается в поддержке Лиланда или Анны, чем Конни, для реализации своей способности. В моем тирлисте они условно равны. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, данное видео поможет кому-то из вас чуть лучше сориентироваться в том, как лучше прокачивать своих персонажей. Если оно вам понравилось и показалось полезным, поддержите его лайком и напишите комментарий с вашим вариантом прокачки. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok